Мегаполис — это насилие. Сам мегаполис — это насилие над человеком. И причина этого насилия только одна. Человек едет в мегаполис для того, чтобы жить лучше. Поэтому он получает взамен насилие. Человек, который живет в деревне, живет, чтобы Бог дал. Никакого насилия никогда нет. Когда человек едет в мегаполис, он хочет жить лучше. Это значит, что будет насилие. И он должен это принять. Он может жить лучше. Мегаполис дает возможность жить лучше. Он дает развитие. Но когда ты с этим насилием смирился, принял по-доброму, как бы, относишься к этому насилию города над тобой, тогда Бог тебе взамен дает развитие. Понятно, если алкаши к тебе домой заходят, не надо этому мириться. Есть три способа отношений ко всему. Объясняю. Когда кто-то к тебе совершает насилие, ведет себя бесцеремонно, грубо, по-хамски, это означает, через него действует невежественная энергия. Ей всегда надо давать опор. Мириться с этим нельзя. Даже если близкий человек так себя ведет, отпор для него единственный – это жить отдельно на какое-то время. Человек не должен позволять издеваться над собой никогда и никому. Есть разные способы реагировать. Если ты сильный, можешь дать сдачу. Если слабый, найди сильного. У женщины коллективная сила, у мужчины индивидуальная. Но если кто-то совершает насилие, ты всегда должен за это наказывать. Всегда. Никогда не нужно позволять. Особенно, если это несправедливо. Если справедливо наказывают тебя, допустим, старшие, смирись, раскайся, нет проблем. Но это не означает беспредел. Это означает справедливость. А если идет беспредел, значит, тогда всегда надо проявлять силу. Допустим, вам не возвращают деньги, проявляйте силу. Не бойтесь, это правильно. Ну, как бы, хитростью что-то разрушает вашу деятельность. Хитростью разрушает вашу семью. Применяйте силу. Это правильно. Лучше всего законную силу. Законную. Дальше второй способ. Когда кто-то ведет себя не сдержанно рядом с вами, но в рамках приличия. Просто, ну, воздействие идет неправильных черт характера человека. Доброта и терпение здесь способ. Никакая не сила и не наказание. А просто прощение, смирение, терпение. Правильный способ. Если человек ведет себя по-доброму к вам, то есть только один правильный способ. Как можно сильнее постараться ему эту доброту отдать. А не просто эту доброту скушать. Как будто само собой разумеющееся. Вот три способа вести себя в этом мире. Правильные. Все остальные неправильные. Если человек строит с тобой деловые отношения, а ты перед ним сисю-ля-ля-трой-ля-ля, это неправильно. Деловые отношения означают деловые отношения. Служи, заботься, держи на дистанции человека. Если человек наглеет, наказывай. Если человек по-доброму себя ведет, то ты не можешь бескорыстно к тебе. Веди себя так же к нему. Иначе ты его потеряешь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.